Ну ничего страшного, хоккей это игра, поэтому готовимся к следующему матчу. Сделаем определенные выводы, конечно, но... Начало игры просто сломало игру, конечно, удаление. Не совсем мы с ним согласны, но судим видней. А что вообще произошло в том моменте, почему... Ну все-таки грубо сыграл ваш защитник, а учитывая то, что в заявке, по-моему, 4 защитника было, потерять одного на первой минуте, играть в полторы пары, наверное, как-то крайне тяжело. Совершенно верно, немножко перестроили звенья, но и кого-то спустили в оборону, в общем-то, ну... Как есть, так есть, в общем-то. Но на наш взгляд нарушений не было грубого со стороны нашего игрока. Но, опять же, повторю, судим виднее. Такой крупный счет, все-таки, мне кажется, не очень олицетворяет то, что мы видели на площадке. То есть, ну я имею в виду, у вас тоже моменты были. Почему вот, может быть, вам где-то не везло? Или наоборот, игра в меньшинстве как раз свое значение придала? Ну, не совсем еще сочетание звеньев у нас подобранное об оптимальном, так сказать, режиме. Но мы ищем, ищем как бы свою игру пока... Что ж, в общем-то, третья игра на самом деле. Я думаю, мы еще покажем, на что способны. Руки не опускаем, естественно. А вообще, ну, для многих сенсации, скажем так, были первые две игры. И даже меня сегодня спрашивали, не будет ли сегодня сенсации. За счет чего вот вам так удалось собрать команду? Я так понимаю, что не вся она из Смоленска. Ну, тем не менее, как бы ездите сюда на каждый матч. Насколько сложно это вообще? Ну, вообще в этом сезоне, так сказать, сложно было собрать боеспособный коллектив. Но из числа ребят, те, что по тому сезону у нас оставались, которые составляют костяк команды, в общем-то, и собрали. Но, опять же, хочу повторить, что пребываем в поиске, в постоянном. Поэтому, ну, найдем свою игру и так же будем наигрывать. Ничего страшного. С командами топ-уровня, все-таки, я думаю, надо первыми забивать. Забиваем, а уже где-то у них мандраж, нервозность. И складывается по-другому. А здесь пропускаем. И, конечно, уже приходится перестраивать, перекраивать все. Ну, и, наверное, последний вопрос. Во всех командах фактически есть тех кист, которые играли на высоком уровне. Кто-то в сборной, кто-то на Олимпиаде даже играл. Вот, допустим, сегодня там играли против Олега Кваши. Человек в НХЛ достаточно много отыграл. Насколько сложно было игрокам? И насколько... И какой плюс от этой игры будет для тех, кто, ну, допустим, Олега Квашу в первый раз увидел на площадке? Ну, почему с Олегом знакомы давно? Но, повторюсь еще раз, подобный вопрос задавали. И как-то, по-моему, у нас на домашней игре все-таки играют люди, а не фамилии. Но приятно, конечно, и опыт ребята получают определенный. Никто особо не теряется. И играем, в общем-то, как есть. В хоккей со всеми на равных условиях. Все, спасибо. Да, вам спасибо. Удачи. Удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...